всем привет из солнечной греции с вами июля и сегодня 20 сентября воскресенье я начинаю снимать видео о моей новой рукодельной неделе хочу начать это видео с продвижений по моему процессу пионы вазе как вы видите я сделала все-таки свой собственный подбор и у меня уже появились первые цветочки напомню что начинала я вышивать эту картинку по набору classic дизайн но здесь неправильно подобраны цвета очень много ошибок в схеме и поэтому я отложила то что я начинала ранее и стала делать свой подбор вот перед вами первая вышивка которую я выполняла по этому набору я сделала свой собственный подбор в ниточках дмс сравнивая их с оригинальными нитками дименшинс а также нашла некоторые цвета в своих остатках и часть ниточек я взяла из наборов поэтому у меня собраны и дмс и ниточки дименшинс и вчера вечером я вышивала потратила весь вечер на отшив вот этого участка мне было интересно узнать правильно ли я сделала подбор что получится ну и после стольких мучений и попыток конечно же мне хотелось увидеть что пол получится в моем исполнении в помощь мне были фотографии с сайта стич су есть там фотографии в макро где можно увидеть и крестики и цвета внимательно все рассмотреть на эти фотографии я ориентировалась потому что ниточки дмс которые я подбирала да я их подобрала по оригинальным но мне было интересно узнать какие цвета использовались в нитках дименшинс мы все знаем что ниточки партия от партии даже одного производителя они отличаются поэтому даже ниточки и дименшинс партия от партии отличается и дмс отличаются никогда не знаешь какая партия находится именно у тебя и не был важен тот момент как сочетаются между собой цвета ну я думаю что я подобрала максимально максимально близкие оттенки пион уже похож на пион похож и кстати и на обложку на обложке здесь у нас отшив по дименшинс и также я выполнила на моих цветочках немножко бэкстич чтобы их оживить и посмотреть как все это смотрится потому что без бэкстича конечно тоже не очень понятно а вот так уже картинка начинает оживать на зеленых листиках я пока не делала бэкстич потому что мне не хватает блистоящих крестиков мне предстоит еще конечно здесь потрудиться и на этой неделе я планирую вышить еще несколько бутонов я думаю что я вышью здесь и пол крестом фон который находится вокруг этих бутонов и я смогу выполнить бэкстич не буду особо строить планов но вот хотя бы эти бутончики мне очень хотелось бы вышить они у меня как раз помещаются вот здесь на моих пальчиках основа у меня здесь покрашенной покрашена чаем и это 18 каунт мне нравится оттенок который получился очень выгодно подчеркивает пионы и и зелень мне кажется будет очень очень красиво вот такие у меня первые мои шаги пишите ваше мнение мне кажется что получается достойно удачно пионы расцветают на конве получается красиво также я вчера все-таки разобралась почему есть отличия по схеме у classic design и dimensions я говорила что схема расцентрована по-разному и я все-таки нашла эту причину у classic design схема была доработана если вы обратили внимание у dimensions пионы и верхней цветочки они обрезаны и точно также с правой стороны цветы у нас обрезаны classic design доработали эту схему и сделали цветы и вверху и тоже с правой стороны поэтому и центр по схеме здесь у нас совершенно разные также я посмотрела на верхние бутоны и обратила что схема здесь построение абсолютно разное то есть не сами значки используются разные а сама их расстановка она идет разное вот такое у меня здесь начало буду дальше вышивать и конечно же покажу как получается также сегодня мне нужно подготовить две посылки у нас недавно было розыгрыш по нашим трем из пыль и вот это первый приз который выиграла татьяна буркица эта книга о древней греции очень интересная книга надеюсь я ее не открывала потому что она запечатана она покупала подобные из этой серии обычно там интересные фотографии и очень подробно хорошее описание надеюсь танюша понравится ну а также здесь у нас наборчик прекрасная балерина сборка от клубка желаний но у них очень хорошая сборка я надеюсь тоже набор будет вышиваться с радостью и органайзер в помощь и второй комплект это у нас получает ирина силаева которая очень активно принимал участие во всех сп здесь мистический единорог тоже по дизайну дименшетс ну и приятные тоже дополнение к рукоделию вот такие у нас здесь подарочки пойду сейчас их упаковывать девочки а вот такой ужин приготовил мой муж константин рыбка свежая тушеная с овощами вот такой у нас ужин ждет сегодня и так сегодня воскресенье 27 сентября и хочу подвести итоги этой рукодельной недели так получается что в течение недели у меня не получается делать включение так как я прихожу поздно с работы но не совсем поздно но в любом случае пока придешь с работы сделаешь какие-то домашние дела и уставшие да и освещение у меня хорошего нет чтобы можно было делать включение поэтому меня получается так от субботы до субботы но сегодня воскресенье я задержалась вчера у меня было много домашних дел хочу во первых показать мои пионы на которых у меня не появилось ни одного крестика полукрестика вот как я вам показывала во первом включении так у меня все и осталось не было у меня как бы больше настроение продолжать вышивать этот дизайн потому что я переключилась на другие работы и вот просто хотела вам показать еще раз напомнить как у меня выглядят мои пионы я довольна подбором мне здесь все нравится вот на данный момент конечно же буду продолжать вышивать я думаю что на этой неделе я им хорошо позанимаюсь прям вот он у меня стоит в планах ну так показала немножко отчиталась откладываем сторону и переходим к ты к тем дизайнам которыми я занималась побольше а на этой неделе у меня случился финиш я этому очень рада то у меня все только процесса до процесса где же финише наконец-то есть у меня на этой неделе финиш ура ура я завершила мою икону бисером от фирмы радуга бисера размер работы 20 на 25 сантиметров богородица покрова вот такая икона комплектация бисером чехия трициоса и то что у меня получилось вот она моя красивая икона я вставлю вам где-то фотографию постараюсь найти то как на каком этапе у меня была приостановлена работа и я думаю что вам хорошо видно что вышелся у меня достаточно большой большой участок она у меня долго лежала вышивалась с маленькими такими шагами и вот на этой неделе я решила повышевать несколько рядков вышить несколько рядков немножко отвлечься от пионов от моих других процессов и я за нее взялась и знаете просто не могла остановиться я уже сама себя отговаривала юля возьми повышевая пионы но нет приходилось работа нет бисер бисер и взялась и стала вышивать то в один участок повышевая то слева то справа ну потому что здесь вот где у нас ангелы не вышиваются и чтобы не перебрасывать нитку не делать протяжки я вышивала вот этот кусочек да вот здесь вот так кусочек потом серединку зашивала и процесс пошел-пошел и я аккуратненько здесь все вышила дальше дошла до центральной части где у нас именно как это покров наверное называется да если неправильно называют простите здесь у меня был неправильным цветом выше та ошибка я здесь тоже все исправила сначала я прошила те бисеринки которые были вышиты правильно я их закрепила потом подпорола ниточку где было неправильно просто распустила этот участок не выкалывала не портила бисела просто его распустила и вышила новым цветом дальше я исправила вот здесь были две бисеринки не тем цветом на я их выколола Вот, исправила все ошибки, вышила полностью весь бисер. Есть у нас здесь три бусинки, вот они, раз, два, три, три бусинки. Вот, работа очень красивая, сочетание цветов здесь великолепное. Я удивляюсь, как мастера хорошо подбирают вот эти цвета, переходы, и особенно вот от бирюзового идет такой внешнеголубой в тымчато-голубой и такой жемчужный. Настолько это все тонко, красиво, и все очень-очень гармонично. И яркие цвета, но в то же время все очень гармонично. Создается вот этот объем за счет темно-синей рамочки, да, вот создается такой объем. Ну, очень все здесь достойно. Мне понравилось и качество бисера, и подбор цветов, полностью вся комплектация. Я очень-очень довольна. Это моя вторая работа бисером, и это икона, и первая работа у меня была икона, и вот эта тоже у меня икона. Я буду продолжать вышивать иконы, никогда не думала, что меня этот момент увлечет, но хочется попробовать и другие разработки бисером, вышить несколько тоже икон. Но не сейчас, это уже на будущее, когда я буду делать какие-то заказы, может быть, в следующем году. В этом году вообще у нас очень сложная ситуация с посылками, да не только у нас, а во всем мире. Посылки идут долго, 3, 4, 5, 6 месяцев. Ждешь, волнуешься, списываешься с отправителем, с таможней, ищешь, почему посылка пропала, почему ее нет. В общем, это очень хлопотно и нервно. И я в этом году, наверное, заказы делать больше уже не буду. А вот в следующем году, наверное, снова решусь и сделаю какой-нибудь заказ. И если буду делать заказ, я закажу что-то и в бисере. Возможно, какую-нибудь еще икону, что-то из дизайнов там, где образы в каменях, по-моему, так называется там, где есть различные камушки интересные, чтобы попробовать и другую комплектацию в бисере. Вот. Ну, а здесь я хочу вам показать немножко поближе, чтобы вы могли рассмотреть бисер. Бисер вообще сложно показывать. Он не любит ни фотографироваться, ни сниматься в видео. Его нужно смотреть только вживую. Ну, и, к сожалению, зрителям придется пользоваться своим воображением, чтобы представлять, как все красиво смотрится, как все переливается. Поэтому показываю, как могу. Ну, конечно же, вы уже сами можете оценить, представить всю красоту этой работы. Я довольна. Я очень довольна. Работа у меня сейчас на пяльцах. И пока снимать не хочется. Она вот так у меня и стоит. И я тоже любуюсь на эту картину. Картину, икону. Вот, скажите, как хотите. Для верующих икона, для кого-то просто будет каротина. Но в любом случае, вот такая вот красота получилась. Бисера у меня осталось достаточно много. У меня вот в таких ромашечках хранится. Видите, какого-то цвета много, каких-то цветов маловато. Но у меня есть еще и мое сердечко. Вот здесь тоже много бисера, видите. Видите, честно сказать, пока я не придумала, как я буду хранить мой бисер. Потому что я не вышиваю особо бисером, чтобы заводить органайзеры, собирать эти остатки, что мне может куда-то что-то пригодиться. Нет, я, если вышиваю один набор раз во сколько-то лет, то обычно всего хватает. А остатки я, наверное, буду сыпать в одну банку. В одну банку просто для каких-то мелочей, прикладнушек, без корнюшек. Если мне понадобится где-то какой-то бисерок, то я буду, наверное, как-то выбирать из этой банки. Но я еще не придумала, как хранить остатки бисера. Скорее всего, это будет банка. Потому что нет у меня возможности хранить еще большие контейнеры под бисер. Потому что под бисер действительно нужно много баночек, контейнеров. Это нужно целая такая сумка, мешок. Не знаю, как это все организовать. Но пока у меня, наверное, будет так. Пакет туда все сыплю. И все. Так, ну это не все мои процессы этой недели. Перейдем к другим. Так, еще один процесс, которым я занималась на этой неделе. Ой, камера. Батарея садится. Камера уже старенькая. И батарея очень быстро разряжается. Поэтому придется ускоряться быстро, быстро вам все показывать, рассказывать. Так, чарим намыть. Вышивка лентами. 70 на 25 сантиметров. Вот такая большая, масштабная, очень интересная и сложная работа. Первый раз я буду выполнять вот такие крупные, шикарные розы. Значит, что у меня здесь? Ну, во-первых, я говорила, что я заменила здесь черную аиду на черный бархат. Я поехала в магазин, купила вот такой отрез канвы большой. Вырезала нужный мне отрез, закрепила на кюснапы, на самые большие, которые у меня есть. И вот сбоку здесь я закрепила биндерами, потому что у меня не хватало основы. Я вырезала чуть-чуть больше, чем аиды было положено. И тем не менее, край здесь запаса очень маленький. Ну, чтобы у меня не оставалось пространство для работы, я закрепила на биндеры. Кстати, очень хорошо держит. Если у кого проблема, кюснапы плохо держат, вот сбоку можно биндерами. Замечательно все держит. Второй этап. Нужно было перенести схему на основу. Это самый сложный был момент для меня. Я все думала, гадала, как же мне это сделать. И вышла из ситуации, из положения таким образом. Я, во-первых, сделала копию схемы, склеила ее и потом вырезала. Закрепила на основе. И в процессе, ну, как я переносила, я обводила контуры. В процессе, так как я обводила контуры моих цветов, я эту схему вырезала. Потому что неудобно подлазить под каждый цветочек. Поэтому у меня получились вот такие вот части, участки. Как я перерисовывала? Я перерисовывала мылом. То есть я прикладывала какой-то элемент. Но это роза не отсюда. Прикладывала какой-то элемент. И у краю просто схематично перерисовывала мылом. Если вы зададитесь вопросом, а как это все потом стирать? Ведь с лентами стирать-то нельзя. Я попробовала. И это мыло очень хорошо стирается щеткой. Вот если просто потереть вот так щеточкой, то раз и все сразу стирается. И, кстати, сейчас камера подсвечивает. И все эти линии очень хорошо видны. А вечером они бликуют. Не знаю, не хватает освещения. И плохо-плохо видны. Поэтому приходится даже присматриваться, где эти линии. Но у меня здесь все очень схематично. Поэтому я, конечно, пользуюсь также и схемой. Вот с обратной стороны обложки у нас здесь вот так схема. Я ее тоже открываю и смотрю, как мне нужно и сколько укладывать этих листочков. Вот таким вот образом. Значит, по плану работы нам нужно в первую очередь, столько у меня здесь нарезано, нам нужно в первую очередь выложить все. Итак, по плану работы сначала нам нужно выложить стебелечки, листочки. Потом, ну тут еще будут листы крупные, крупные ленты, да, вот такие. Потом нужно сделать цветы, выложить вот так, они сверху будут накладываться, такие большие цветы. А потом уже маленькие бутончики, которые у нас делается розовая ленточка и сверху накладывается зелененькая и закрепляется вместе. Вот камера. Давай. Вот такие вот. Видите? Вот такие бутончики. Дизайн насыщенный. Здесь, видите, работы очень много и даже без этих роз, пока выложу все лепесточки, все стебелечки, конечно, очень-очень кропотливая работа. Сейчас я работаю только с одним видом ленты. Вот так она у меня идет. Я ее не нарезаю, а отрезаю уже в процессе. Это лента 12 миллиметров, такого красивого зеленого цвета. Я говорила, что наборы черепной мытья комплектуют очень хорошими материалами. Здесь ленты качественные, плотные, блестящие. Вот. Тоже имеет значение материалы. И ленты у нас здесь Испании. Производство Испании. Это вот название лент. Вот, если кого-то интересует Испания. И ленты здесь очень качественные. Я довольна этими материалами. Также у нас в наборе идут крупные ленты. Я вам уже показывала. Вот такие. Вот они все широкие. По... Практически по 4 сантиметра. Ленты очень красивые. Это, конечно, волшебство. Я первый раз буду работать вот такими широкими лентами. Вот. Видите, какие. Их много. Я в таком предвкушении. Это будут настоящие, живые цветы. Красота. Но работы много. И работа кропотливая. Сама сложность заключается не просто выложить ленточку. Здесь тоже нужно приловчиться. Научиться, как красиво выкладывать эти листочки. Это все приходит с опытом. Первые не очень получаются. Хоть и стараешься. Но все равно потом рука набивается. Знаете, и уже идет процесс по накатанной. А сама сложность заключается в том, что нужно с обратной стороны эту ленту закреплять. То есть нужно пришить этот хвостик. Подпалить его, чтобы он запечатался и не рассыпался. И пришить к основе. Так как я не швея, я поначалу полностью пришивала хвостик. Прикладывала и как-то его там пришивала, прошивала, не знаю, пробовала. В процессе я стала находить для себя более быстрые способы, как его пришить. В начале я отрезала очень коротко. Сложно было подпалить и пальцы обжигаешь. Сейчас немножко больше оставляю хвостик. Может не так эстетично, но зато пальцы находятся в большей безопасности. И научилась пришивать поаккуратнее, побыстрее с обратной стороны. Вот в чем здесь вся, скажем так, тонкость, фишка, что нужно с обратной стороны все эти краешки пришивать. Как идет процесс? Я шилом делаю тырочки, такие хорошие дырочки. Откуда будет начинаться лисик и где он будет заканчиваться. Вывожу ленту специальной иглой цыганской, такой с широким ушком. Огромная такая игла. И с обратной стороны нужно потом пришить эти хвостики. То есть провести, выложить ленту это секундное дело. А вот сам момент нужно закрепить правильно этот листочек, чтобы он не гулял. Ну, то же самое и стебли. Нужно было скрутить ленту против часовой стрелки. Вот она закручивается. Нужно было ее выложить и потом прошить сверху зеленой ниточкой, чтобы не было видно стежков. Вот так закрепить. Вот так здесь идет процесс. Но это, конечно, очень-очень интересная работа. Очень увлекательный процесс. И это моя вторая работа. Здесь не так-то много различных стежков. Здесь в основном листики и акцент идет на крупные розы. А первая моя работа тоже от чаривной мыть. Там у меня было много стежков. Хочу показать вам мою первую работу от чаривной мыть. Она находится как раз у меня за спиной. Висит на стеночке. Ну, вот я сняла. Давайте я вам покажу. Здесь был нанесен фон. И нужно было по фону вышивать цветы различными стежками. Здесь, конечно, много разных стежков. Я училась и было очень-очень интересно, увлекательно. Французские узелки лентами, различные листочки, лепесточки, бусинки пришивались внутри. Вот гортензия, да, имитация. Делался такой, такая петелька, и внутрь пришивалась бисеринка. И вот получались такие живые лепесточки. Это очень красивая работа. Здесь какие-то элементы вышиты бэкстичем для создания объема. Ну, вот, чаривну мыть в лентах я рекомендую. Это очень красиво. Это та работа, которая просто живая. Можно на нее долго-долго смотреть, любоваться. Никогда вам не надоест, потому что это что-то необычное. Вот такая красота. Я знаю, мне девочки прислали фотографии, которые после моего отшива вдохновились и тоже вышили эту корзиночку с цветами. Я рада, что я могу чем-то интересным поделиться для вас. Вот такая вот у меня здесь красота. Так. Ну, а над этой красотой мне работать еще и работать. Здесь большая, объемная будет вышивка. Вот видите, она вся не помещается. Вот. Вот у нас тут что. На кюснапах здесь у меня только половина работы. Причем верхняя часть у меня, видите, захватилась кюснапами. Не хватает мне пространства. Но я решила так. Так как я не могу полностью ее натянуть на какую-то раму. У меня есть большая рама, но там тоже высоты не хватает. И очень тяжело переворачивать постоянно. Я решила пока на кюснапах. Здесь у меня такой участок, где очень много вот этих стебелечков и листочков. Самый объемный участок. Я решила выполнить этот участок. Дальше я перейду влево. Все листочки, что тут есть, стебелечки, тоже выполню. Ну, там центр постараюсь. Ну, а потом уже буду смотреть, как я буду выполнять розы. Розы в основном выполняются на руках. То есть скрутка. Их нужно скрутить правильно, а потом уже пришить. Вот так как я поняла по схеме. Буду еще читать, буду еще разбираться. Вот. И походу буду ориентироваться, как я буду делать натяжку. Может быть, потом на руках. Не знаю. В общем, решила начать с тех моментов, которые точно требуют натяжки. И там, где самый-самый большой объем вот этих вот листочков, где нужно много их пришивать. Вот. На этой неделе у меня задача такая. Пришить все эти листочки вот этой лентой. А дальше будем уже смотреть по схеме. Вот такие у меня здесь дела с этим процессом. И перейдем к следующим дизайнам. Чтобы отлезть от сложных дизайнов, я решила повышивать немножко мою кубышку. Так как здесь процесс вышивается очень-очень легко. Сами крестики, но не бэкстич. Девочки писали и снимали видео, что бэкстич здесь сложный. И вот глядя на схему, кажется, ну что здесь сложного? Ну вот обшиваются цветочки. Ну по контуру. Вроде бы ничего сложного. Но все-таки бэкстич здесь такой сложный, дробный. Особенно вот на этих участках. Покажу вам поближе. Покажу вам поближе. Вот смотрите, где он сложный. Вот видите? Вот в этих участках бэкстич очень-очень дробный. Ну и конечно нужно постараться. Вышивал эту работу два вечера. И за два вечера у меня вот такой результат. Ставлю вам фотографию, как выглядела моя работа до начала. И как она выглядит сейчас. Ну вы видите, что у меня здесь прогресс вообще очень хороший. И крестики продвинулись хорошо. И бэкстич я вышила. Но единственное, вот с правой стороны я не довышивала вот тут ручку. Что-то здесь такое скрученное. Подарочки, наверное, какие-то. Я не довышивала бэкстич. Не хватает здесь крестиков. Ну вот фартушек я полностью вчера довышивала белым цветом. И вот эти красные здесь птички. Остается вышить уже такое донышко. Я не знаю, буду я писать надпись или нет. Может быть сделаю просто вот этот орнамент, узор по низу и по верху. Так как у меня это будет текстильный мешочек. Ну не знаю. Может быть напишу. Посмотрю, как у меня будет получаться. А может быть не напишу. Оставлю просто с узорами и саму эту красивую кубышечку. Ну вот, продвигается быстро процесс. В принципе, идет хорошо, легко. Я думаю, что это претендент на финиш. Ну не в сентябре, а в октябре уж так точно. И это у нас наборчик жар птицы. Да, вот. Отрезала часть листа. Потому что здесь ключ, чтобы мне было удобно. Я вот так отрезала. Схема, кстати, очень удобная. Читается хорошо. Нет никаких нареканий. Ниточки нормальные. Ну, в общем, такой процессик легкий. Знаете, отдыхалочка вышивается достаточно легко. Несмотря даже на вот этот вот дробный бэксич. Все можно осилить. Красиво получается. Видите, ярко, симпатично. И я, когда у девочек смотрела видео, мне тоже все очень нравилось. Все красиво. Вот такая у меня здесь кубышечка вышивается. И еще один процесс, который я взяла в работу. Долго думала, чтобы мне повышевать вот денечек другой. Отклеиться от вообще всех моих процессов. Что-то другое мне хотелось повышевать. И я вспомнила об этой собаке, которую уже очень долго ждет мой муж. И решила ее брать периодически, вот когда-никогда, и вышивать, продвигать. Это золотое руно набор на охоте. Вот такой щенок-пойнтер охотится на перепелку. Кстати, мои сегодня поехали опять на охоту. Тоже на... По-моему, на перепелок поехали. Ага. Вот что у меня получилось. Но я думаю, разница вам не очень видна. Потому что здесь вышивается трава. И когда вышивается трава, особо не видно, что появилось. Да, тем более, эта работа у меня не так часто мелькает в моих процессах. Ставлю вам фотографию, на каком этапе последний раз у меня была эта вышивка. Вот, теперь, я думаю, вам больше понятно. Ну, и для большего понимания пришла схема. Покажу вам по схеме, что у меня здесь вышилось. Сейчас вышивала я участок, который у меня отмечен зеленым цветом. Но не вот этот низ, а вот так. Вот. Вот этот весь участок зеленым цветом я вышила за два дня. Немного на самом деле, потому что здесь, ну, около, может быть, тысячи крестиков. Что-то около того. Небольшой прогресс. Но, знаете, я рада, потому что работа стала двигаться, стала подрастать. У меня практически завершен самый нудный участок. Я имею в виду вот эта трава. Как только я дойду до собаки, все, дальше уже там я ушла, я полетела. Осталось мне вышить, ну, вот совсем чуть-чуть вот этот участок дошить этой травы. И начинается у меня собака, начинается более легкая схема. А фон, он очень легко вышивается и очень интересно. Я вот этот уголочек до половины работы вывела. Хотела попробовать фон. Вот я его здесь попробовала. Очень интересно вышивается. Схема легкая. Цвета классно подобраны. Ну, я получала огромное удовольствие от работы с фоном. Поэтому я тут уже как-то найду возможность и соберу силами, так сказать, и дошью вот этот участок, чтобы все завершить самое-самое сложное. И тогда, я думаю, работа у меня полетит. Потому что действительно вышивать эту траву, траву-траву, как правильно сказать, не особо-то интересно. Идет такое смешение цветов, особенно вот в этом участке было очень сильное смешение цветов, где эта птица. И особо не видишь какого-то продвижения, ну, какой-то картинки. Шьешь, шьешь, а все одно и то же. Ну, вот сейчас уже хоть что-то начинает вырисовываться. И травинки уже видны, и птичка у нас здесь. Кстати, птичка как-то не очень четко смотрится. Ей не хватает бы ксич, вот в частности в голове. Ну, может быть, так задумано, что она прячется в траве, и ее не очень видно. Ну, вот. Здесь у нас 18-й каунт. Нитки Мадера. Вышивается легко, на самом деле. Но вот немножко нудновато, потому что вот такая, знаете, такая каша. Ты в этой траве варишься, варишься, что-то вышиваешь, вышиваешь. А картинки особо нет. Но осталось уже чуть-чуть. Нужно будет собраться силами. Муж-то ждет эту красоту. Будет очень красиво. Очень-очень. Размер работы, давайте еще раз посмотрим. 33 на 24 сантиметра. 26 цветов используется. Дизайнер Буновская Людмила. Вот. Вот. Очень много фона. Вот этого. Но я его жду. Я его жду. Я вот сейчас на вот этом этапе. Вот здесь. Вот. Остался шаг. Еще один шаг. И начнется собака. Вот здесь также будет вышиваться скучновато. Но у меня уже будет здесь вышиваться собака. Поэтому у меня будут участки, на которые я смогу отвлекаться. То на лапы, то вот сюда. Потихонечку. Тут уже фон начинается. Вот. Но когда начнется фон, здесь тоже самое интересное будет. Вот она мордочка собаки. И фон. И все. И там уже финиш будет близок. Главное дойти до собаки. Ну вот. Такие у меня планы. Потихоньку брать ее. Потихоньку. Когда-никогда брать в работу. И продвигать хотя бы по тысяче крестиков. Вот в этом году я взялась. Немножко продвинула. И теперь у меня есть твердое ощущение, что я справлюсь с этой работой. Когда есть уже какой-то участок вышит. И она уже не просто завалявшийся долгострой. А это уже моя работа в процессе. И знаете, в этом году я в начале года хотела брать и работать только с небольшим количеством моих процессов. Вести их к завершению. Но вот сейчас я понимаю, что когда-никогда мне нужно брать и мои старички. И вот так по тысячу крестиков продвигать, чтобы они не залеживали. Чтобы я о них не забывала. И тысячу крестиков, тысячу крестиков. Глядишь, работа уже вышла на какой-то уровень. И это уже не просто долгострой. Какой-то процесс хочется взять и дальше работать с этой работой. Нужно все-таки как-то правильно, грамотно для себя придумать ротацию. И тогда процессы все будут вышиваться. Вот такие у меня на сегодня мысли. В завершение, пока не выключилась моя камера, хочу подвести итоги. Во-первых, у меня есть финиш. Это бисерная икона Богородица Покрова. Во-вторых, у меня хорошо продвинулась вышивка кубышка. Также выполнила я подбор по дизайну пионы. И здесь тоже у меня процесс, так сказать, пошел. Уже нет каких-то загвоздок. Разобралась я с моим процессом вышивки ленты. Какие-то детали выяснила. И также процесс налажен. Ну и вернулась я к вышивке на охоте. В общем-то, за неделю у меня очень хорошие результаты. Хотя неделя была очень сложная, не вышивальная. Очень много было в жизни какой-то суеты. Но, тем не менее, хоть немного времени я уделяла. И это время оказалось результативным. Что будет у нас на следующей неделе, пока не знаю. Кстати, на следующей неделе, 1 октября, у нас начинаются два новых совместных проекта. И у нас в этих совместных проектах будут два новых спонсора. В наши совместные проекты будет много всего интересного. Во-первых, это наш старый и любимый спонсор магазин Клубок Желаний. Он нам предоставляет набор на розыгрыш, на зимнюю тематику. Я оставлю вам фотографию, я оставлю ссылку. Ну а также к нам присоединяется как и участница, так и спонсор. Это Марина. У нее группа ВКонтакте, маячки. У нее очень красивые, она создает и маячки, и магниты, утонченный вкус, красиво создает наборчики. И вот Марина принимает участие в нашем совместном проекте, а также решила стать спонсором. И что-то очень интересное придумает на розыгрыш. Вот такие у нас новости и интересности. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. Также до новых встреч. Ну и приглашаю на нашу прогулку вокруг Акрополя. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!